Дагестанец Да, если честно, если посмотреть со стороны, то очень такой прям максимально неудобный для меня соперник. Но я считаю, что я готов к этому бою, потому что вся моя карьера это была борьба с борцами, грубо говоря. И вот это именно психологическое. Смогу ли я преодолеть это? Потому что в принципе борьба есть и все на тренировках получается. Видимо, не хватало веры. А здесь это прям, я считаю, я всю свою карьеру был готов к этому бою. И вот это шанс. Это большой риск, огромный. Но и все это организации, я считаю, где надо рисковать, чтобы куда-то вывезти. Поэтому я готов к этому бою. Я готов, несмотря на все эти условия. Они, наоборот, как-то меня мотивируют. И как вызов мне это очень интересно. Я уверен, что у меня получится в этот раз. А как ты строил свою подготовку, исходя из этих аспектов? Так же, как и раньше, я готовился. Я всегда готовился к борьбе. У меня всегда была борьба в подготовке, независимо от соперника. А тут, в принципе, я узнал про этот бой за месяц. Поэтому особо что-то кардиальное ты не поменяешь. Даже если ты в день будешь делать по три борьбы, ты все равно не повысишь уровень за месяц борьбы, как у Рустама, который годами делал. Поэтому нет, просто мы там что-то тактическое поменяли. А так, в принципе, подготовка обычная была, как всегда, максимально жесткая. Но ничего нового не было. А Рустам пониже твоих предыдущих соперников. Делает ли это для тебя его более удобно? Ну, конечно, есть в этом плюсы. Что у меня будет дистанция, преимущество в габаритах, длине рук. Что в ударке можно будет свою дистанцию выдерживать. Но, с другой стороны, для него это тоже плюс. Потому что всем борцам удобнее заходить в ноги, когда человек чуть выше тебя. Потому что удобнее под удар зайти. Поэтому я особо на это не акцентирую. Вот эти плюсы в весе, в росте. Но мне это, наверное, все-таки больше поможет. Но все-таки поражения в ACB, они были связаны с какими-то проблемами у тебя? Или это уровень оппозиции был высок и высок? Ну, были. И, честно, я не буду конкретно говорить, где, когда, с кем и за чего. Но были там два по делу, а два поражения, которые, в принципе, просто были из-за проблем со здоровьем. И мыслями, ну, не обои. Были два таких боя, когда у меня там очень плохо все было со здоровьем. И вместо того, чтобы решать проблему, я хотел драться, драться, драться. Но из-за этого я проиграл. Но это не оправдание. Это, видимо, мой косяк. И если я проиграл, значит, я в этом виноват. Но я решил эти все вопросы. И сейчас я готов реабилитироваться за тот не самый яркий этап моей карьеры. Спасибо большое. Желаем тебе без травм. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо вам большое. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.